На Восточном начали готовить разгонный блок фрегат к следующему пуску. Его сняли с хранения и поместили на рабочее место. Вместе с этим инженеры Космического центра «Восточный» приступили к подготовке наземного технологического оборудования для проведения электрических, гидравлических и пневмовакуумных испытаний. Амурская область и Республика Беларусь подписали комплексный план мероприятий по сотрудничеству до 2023 года. Это позволит увеличить объемы взаимной торговли с сельскохозяйственными и продовольственными товарами, увеличить количество поставок продукции машиностроения в Амурскую область. «Несмотря на значительное расстояние между нашими территориями и внешний ковидный фактор, сотрудничество Амурской области и Республики Беларусь имеется большой потенциал не только в традиционном секторе сельского хозяйства, но и в научно-техническом, гуманитарной и других сферах. И наша задача – это эффективно реализовать. Именно поэтому с начала этого года мы провели большую работу по обновлению состава рабочей части российской рабочей группы и формированию предложений по наполнению нового плана реализации нашего соглашения на ближайшие три года». Руководителем рабочей группы от Амурской области выступил заместитель председателя правительства региона Александр Нестеренко. Он поблагодарил белорусских коллег за активную поддержку сотрудничества в рамках подписанного в 2002 году двухстороннего соглашения, а также подтвердил готовность к поиску новых путей развития межрегиональных отношений. Между тем, комплексный план до 2023 года включает 14 пунктов. В него также входят презентации культурного, спортивного и туристического потенциала. Переживут ли зиму липы? Такой вопрос стал одним из часто задаваемых среди гостей и жителей Благовещенска. Это сообщили специалисты региональной компании по благоустройству пространств в своем инстаграм-аккаунте. Эксперты говорят, еще задолго до высадки деревьев их консультировали московские дендрологи. Есть целый список рекомендаций по уходу на несколько лет вперед. В него входят условия содержания лип во все времена года с учетом амурского климата. Также специалисты рассказали, недавно к ним поступило удобрение, которое погрузит растения в сон раньше положенного срока. Это поможет деревьям легче перенести зиму. Такой режим понадобится лишь в этом году. Далее, сообщают эксперты, будет достаточно обычного ухода. 80 сотрудников Сибирского спасательного центра уехали из Приамурья домой. Перед отбытием их поблагодарили за помощь в ликвидации ЧАЭС на территории Приамурья в ходе торжественного построения. Напомним, спасатели из Новосибирской области прибыли в Приамурье в первых числах августа. Специалисты были распределены по населенным пунктам, где прогнозировался подъем уровня воды в реках – в Константиновском, Селинджинском, Благовещенском и Белогорском районах. Там мы выполняли следующие работы – доставка продуктов питания и эвакуация населения из зон чрезвычайной ситуации, а также эвакуация крупного рогатого скота и домашних животных. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова